Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодняшним гостем передачи 5 o'clock является доктор философских наук, директор института философии, социологии и права Ильхаме Алиим Мамедзады. Это наше традиционное приветствие на западзянском языке, но передача будет на русском. Ильхаме Алиим, я не берусь говорить за всех, но в моем понимании философия это, конечно, такое размытое, заумное, мыслительное что-то такое. А то же самое можно сказать, наверное, о социологии. А право это закон, юридически незыблемый канон. Если говорить словами поэта, то философия и социология, наверное, трепетная лань, а право это такой конь рабочий. Как вот удается вам впрягать их в ладу телегу? Хороший вопрос. Вы знаете, есть люди, которые, может быть, всю жизнь проработали в институте философии, социологии и права, и никак не могут понять, что объединяет философия, социология и права. На самом деле их много объединяет. И прежде всего наше сознание. В нашем сознании существует большая связь между тем, чем занимается философия, тем, чем занимается социология и права. Право это не только законы, это не только нормы правовые, это еще определенное отношение к ним. А вот отношение к ним, это уже дело философии, социологии, если более конкретно, еще и этики, морали. Потому что без понимания того, как сочетается отношение к нормам и исполнение норм, наверное, трудно добиться вправе серьезных каких бы позитивных изменений. И по идее, в хорошем смысле этого слова, философы, социологи и юристы должны, конечно, сотрудничать друг с другом. Другой вопрос, что этим сотрудничеством все не перекрывается. И есть сферы правовой науки, которые имеют к философии и социологии опосредованное значение. То же самое философия интересуется не только элементами, моментами правового сознания. Естественно, ее объект исследования шире. Ну вот в последнее время мы стараемся, в общем-то, пытаемся создавать смежные, междисциплинарные исследования, в которых не всегда, может быть, удачно получается, но, в общем, стараемся находить сферы, где можно совместно проводить исследования философам и правоведам. Есть такое расхожее выражение, что надо жениться в любом случае. Если жена будет хорошей, будешь счастливым. Если жена будет плохая, станешь философом. То есть, как бы, это подтверждение того, что философами становятся не от хорошей жизни, и что именно жизненные трудности и невзгоды являются благодатной почвой для философских размышлений. Вот так сидит такой весь философ, он грустно и размышляет. И, Леонид, почему существуют такие штампы? Разве простое человеческое счастье не может стать благодатной почвой для философии, философских размышлений? Почему вот философ обязательно такой грустный, мыслящий, такой задумчивый? В принципе, Сократ, родоначальник, можно сказать, философии, хотя слово не от него пошло, он был несчастлив в браке, это известно. И много анекдотов о Сократе и пущены Сократом в обиход. Жена издевалась над ним. И известны и другие моменты в жизни больших умов, философских умов, когда они были несчастливы в браке или одиноки. Наверное, есть что-то в этой философии, глубокой философии, которой, конечно, многие не способны. Когда как бы внешне отторгается, остается один дух. А это ведет много знаний, вы знаете, ведет много печали. С другой стороны, ну, если философия – это специальность, да, то тут, конечно, я думаю, обыкновенный обыватель с философским дипломом, он, в принципе, может вполне быть счастлив в браке. В философии что есть? Что делает немножко их и отверженными, и вместе с тем как бы парящими над жизнью, над реальными проблемами? Это абстракция, абсолютная абстракция. Это какие-то первовопросы бытия, которые обычно людей не очень интересуют. За них эта сфера отдается на откоп религии. А философия занимается вот этими первовопросами. И человек не может не испытывать своей ограниченности перед этими вопросами. Наверное, поэтому они всегда тоскливы. Ну, лучшие из них, конечно. Я сейчас думаю, а кто был весельчаком-философом из тех, которых остались в истории? И вы знаете, пожалуй, никого не вспомнил. Да, видно, большое знание на самом деле рождает печаль. Илья Мамин, я слушал одну из ваших лекций, в которой вы в том числе говорили о проблеме национальной идентификации мыслителей прошлого. В частности, допустим, Низами, он писал на фарсе, кто-то писал на арабском. Поэтому возникает спор между странами. Вы говорили о том, что нужна какая-то методология определения национальной идентичности мыслителей. Есть такая методология или нет такой методологии? Почему Низами мы считаем азербайджанским поэтом-мыслителем, а фарсы считают своим? Хороший вопрос. Я вам скажу. Есть у меня возможность немножко подискутировать на эту тему? Вопрос не простой, но и хороший. Как-то на Украине я в украинском университете увидел фотографию Бердяева. Это известный российский философ. По крайней мере, я так его считал. Они говорят, он выпускник нашего университета украинского. И мы считаем его великим украинским ученым, философом. Я говорю, не мешает вам, что в России так? Они говорят, нет, не мешает. То есть, по большому счету, большие мыслители, они, конечно, всех мыслители. То есть, место происхождения в данном случае, или, например, его философский дискурс, он либо твой, либо не твой. Этот вопрос такой, щепетильный и сложный. Для обывателя он всегда хочет как бы разделить. Это мое, это не мое. Теперь насчет низами. Ну, Азербайджан в силу геополитики, истории. Ну, здесь было время, когда необходим был арабский язык. Было время, когда необходим персидский был язык. Неудивительно, что наши, те, кого мы считаем своими, философами, учеными, они могли писать на арабском, персидском, русском. С другой стороны, некоторые, не совсем наши, могли писать на турецком языке. То есть, вопрос языка очень важный, но не единственный в этом вопросе. Отсюда возникает важность методологии. То есть, по большому счету, если низами мы считаем своим философом, а он, я считаю, наш философ, мы должны определиться с тем, что его делает нашим. Это не только педалирование Хамсе Петерийцы, к его произведениям, знаниям. Это еще умение вплетать их ткань в своих нынешних философских размышлений. То есть, грубо говоря, прошлое должно становиться современным и сегодняшним, чтобы быть нашим. Это, на мой взгляд, очень важно. И тогда надо будет задаться вопросом, насколько мы хорошо знаем философию низами. То есть, знание рождает его ощущение своим. Это очень важно. Низами в нашем представлении, он больше поэт. Допустим, мы его как философа не очень... Ну, я говорю, там, с точки зрения обывателя. А почему вы его считаете больше философом? Каждый ли поэт философ? Я вам скажу, глубокие поэты, оставшиеся, наверное, в истории человеческой мысли, они, конечно, мудрецы скорее. И слогах поэтические в данном случае выражают определенные истины. В этом они философичны. Поэтому глубокая философская лирика, поэзия, она, конечно, связана с философией. Другой вопрос, что... Ну, конечно, это не... Его философичность не отрицает того, что он великий поэт, великий мыслитель. Но философские его взгляды, они все время отражались его поэзией. Это несомненно. Наверное, в этом его философия. Вообще, вот, грубо говоря, титаны типа Шекспира, нашего Низами, может быть, русского Пушкина, да, в них есть глубокая философия. А вот понять ее не так просто. Для этого нужен свой философский какой-то подход к тому, чтобы быть равным, хотя бы вот читая Низами, чтобы понять глубину мыслей. Ну, самый простой пример из Низами. Его Гянджа, где он жил, в принципе, и его произведения, насколько они идентичны друг к другу. Вот читая Низами, есть серьезное ощущение влияния на него древнегреческой философии. Было такое Гянджа или нет? В его времена. Это интересный вопрос. Где должны привлечься и историки, и, может быть, и археологи, вот, попытаться воспроизвести, насколько Гянджа Низами и Гянджа, которая была в те времена, насколько они соответствовали друг к другу. Это вопрос очень, на мой взгляд, такой оригинальный, интересный. А проводятся такие изыскания? По идее, должны проводиться. Спасибо за ответы. То есть, их нет, да? Ну, на этот вопрос, наверное, историк лучше бы ответил или археолог. Я знаю, что в последнее время интерес вообще к прошлому Азербайджану вырос. Притом, это интерес не только голословный, а реальный. Проводятся исследования, я должен это признать. Просто вот то, о чем я говорил, это какой-то стык. Между философией и историей, историей и философией и еще рядом многих, в том числе и какого-то культурного самоощущения. Да, вот это важно. Мы готовы проводить параллели со своим прошлым до самых глубоких древностей, а вот подтвердить это каким-то феноменологическими, может быть, изысканиями, насколько это на самом деле так было и как это было, механизмы этого сочетания. Это более сложный вопрос. Илья Гуманевна, есть какой-то прикладной характер вот у тех изысканий, которые проводятся в вашем институте? То есть, есть ли какой-то прикладной характер в философию, социологию? Или для гуманитарных наук это не важно? Очень важно. Другой вопрос, что не вся философия состоит из прикладного аспекта. Но очень важно, в каком плане. Вот вчера у нас, например, в институте, в отделе этики и прикладных вопросов нравственного воспитания был семинар «Воспитание и проблемы этики». В принципе, без этики невозможно решить ни одну проблему воспитания. А вот где, до какой степени ее прикладной характер должен проявляться, какова связь должна быть между теми, кто непосредственно занимается воспитанием, и теми, кто исследует эти вопросы, это тоже вопрос интересный, потому что, ну, многие наши сотрудники работают, преподают в школах, в вузах и так далее. Но насколько они в этот момент выполняют свои функции как не только преподавателей, но и воспитателей, это вопрос. А вообще, конечно, философия имеет выход непосредственно на эту сферу. Или социология, например. Социолог может не воспитывать никого, но социолог, задавая вопросы, выясняя ценности, критерии ценности в современную эпоху, например, помогает учителю хорошо понять своих учеников, по крайней мере, сравнить их с теми ценностями, которые давлеют, господствуют в обществе в данный момент. То есть получается, что прикладной характер философии в том, что она может выяснить путем опроса, ну, как люди относятся к тем или иным важным вопросам современности. И в этом ее прикладной, конечно, характер. Она влияет на сознание людей, также будучи сама подвержена влиянию окружающей среды, мнения других людей и так далее. Для мамы я задам вопрос, который, может быть, не очень вам понравится, но поскольку существует такое в обществе мнение, я его тоже считаю своим долгом озвучить. Есть в определенной части общества такое мнение, что Академия наук – это пережиток прошлого, советское прошлое, это изжившая себя организация. Вот что бы вы могли ответить, какие аргументы против могли бы привести сторонникам этой точки зрения? Вы знаете, на мой взгляд, без науки ничего не может быть. То есть любое развитие, оно связано с развитием науки. В Азербайджане наукой занимается Академия наук. Поэтому как бы бесспорно ее необходимость в стране. Есть второй вопрос. Как она должна реформироваться? Какой она должна быть в каждую конкретную эпоху? Как ей быть современной? То есть, по большому счету, вопрос должен стоять таким образом. Как сделать Академию эффективной, соответствующей тем задачам, которые сегодня перед ней стоят? На этот вопрос, я так думаю, что ученые Академии наук – лучшие. А вы же понимаете, что есть лучшие, средние и худшие. То есть лучшие пытаются ее модернизировать, сделать более эффективной, более современной. И когда говорится современная, это не значит, что она должна только заниматься современными проблемами. Иногда прошлое – такая же современность, как и настоящая. То есть все исследования должны быть четко, разумно, спланированы и проводимы. Наверное, надо хорошо наладить проблему отчетности, как проверяются работы самими учеными. Вот здесь большое поле для деятельности Академических институтов. Устарела ли она? Даже если она не устарела, она все равно должна модернизироваться. Потому что наука, она не может отставать, она должна на шаг опережать. Есть какие-то личности, индивидуальности, которые могут на много шагов опережать реальность. А институт академический, не в смысле института, а в смысле институт научный, он, конечно, на шаг должен опережать. Он фактически экспертиза того, куда мы идем, как мы идем, и насколько хорошо идем. Вот без этой экспертизы очень трудно. Иногда раздаются у нас такие, может быть, мнения, что наукой занимаются не только Академия наук, но и университеты. Ну, я думаю, что все-таки наличие хороших университетов не повод не реформировать, не стремиться к тому, чтобы Академия была на высоте своих задач. Вот так. Есть один у меня тоже свой вопрос, который заставляет меня все время думать на эту тему. Как-то я прочел в одной из наших газет, что у нас в Академии наук нет ни одного Нобелевского лауреата, поэтому она не нужна. Я бы сказал так. Науку двигают не только и не столько Нобелевские лауреаты, сколько ученые. Некоторые из них получают Нобелевские премии. Не всегда они адекватны. Любая премия, она условна. Но ученые, они, конечно, нужны. Наличие хороших ученых – это как раз еще один повод для того, чтобы знать. Их наличие позволяет развивать школу, университеты, аппарат управленцев. Без ученых это трудно развивать. Тогда придется завозить из других стран. Сколько я себя помню, я всегда идет, ну, это, наверное, создание сотворения мира, идет противостояние, вернее, споры между физиками и лириками. Есть ли это в нашей Академии наук? И какие науки у нас более сильные, то есть фундаментальные, точные науки или гуманитарные? Я не образование, а именно науку имею в виду. Что у нас сильнее? Вообще у нас приоритет советских времен остался к точным наукам. Математика. Физики больше в почете, да? Да, математика даже больше, физика. Мне с этим спорить трудно. Вот недавно я, например, был на одном из собраний, Президиума Академии наук, и слушал интересный доклад физиков о Андреоновом коллайдере, где принимали участие в испытаниях его наши физики. Потом я слышал доклад одного нашего известного математика о том, как сделать наши исследования более современные. То есть надо признать, что вот этот приоритет точным фундаментальным наукам, наверное, естественен. Вообще в советское время, и даже не в советское время, а вообще в мировое время 20 века, позитивистский, позитивный период развития науки, приоритет точных наук был, не поддавался сомнению. Чуть было даже время, когда считалось, что общественно-гуманитарные науки – это вообще не науки, это знания, они обеспечивают знания, связанные с обществом, с сознанием и так далее. Потом стало понятным, сейчас стало понятным, что глубокая общественная наука, она, конечно, необходима. И мне хотелось бы, чтобы реформы, которые проводятся в нашей Академии, привели к тому, чтобы у нас не только точные науки, но и общественные науки были на самом высоком уровне развития. Что это делает? Тоже интересный вопрос. Мое, ваше субъективное мнение. Или, может быть, человек со стороны должен сказать, что «А, вот какая наша Академия хорошая». Вызывает недоверие любое мнение. Подтверждаемость нужна. Нужны хорошие статьи, книги, изданные, если вы сомневаетесь, если условный «Х» сомневается в наших журналах и изданиях, то в сильных мировых изданиях. Есть такие разные рейтинговые журналы. То есть надо стараться пытаться опубликовать там статьи и так далее. Наверное, это хороший путь. Потом надо создать среду, обсуждаемую ту или иную статью или книгу у нас. Вот иногда мы обсуждаем хорошие художественные произведения и так далее. Это нормально. Но хотелось бы, чтобы ученые обсуждали философские труды. Не только философы, не только правоведы. Вот когда представители точных наук будут обсуждать значимые произведения философов и прочих гуманитариев и общественников, наверное, это будет хорошо. Я обычно анонсирую предстоящего гостя на своей странице в Facebook. Сегодня я анонсирую ваш приход на нашу передачу. И вот я хочу некоторые вопросы, интересные, на мой взгляд, вопросы задавали. Интересно. Задают вопросы. Да, да, да. Интересно. Вот один из вопросов был такой, что как вы в ранней молодости пришли к тому, что посвятили свою жизнь философии, в то время, как многие мечтали стать космонавтами или артистами? Мне казалось, что я влюбился в философию в 15, чуть-чуть в 16 году своей жизни. И в 16 лет я закончил школу, бакинскую, среднюю, 164-ю, и поехал в Москву в МГУ на философский факультет. Меня соблазняли МГИМО. Ну вот почему-то я выбрал философию. Несчастная любовь не была? Нет. В 16 лет всей любви счастливой. Или, по крайней мере, так кажется, что счастливой. То есть с удовольствием я поехал, хотел. Читал не то, что нужно было. Какие-то странные книжки. Но мне казалось, что это философия. И я помню, летел я в самолете. Тот еще, Ил-18, по-моему, это был. И статья была то ли в «Правде», то ли в одной из таких газет, которые раздавали тогда в самолете. И там было написано «К 200-летию Гегеля». Может быть... Ну да. В общем, какая-то юбилейная дата связана с Гегелем. Большая статья была. Я ее с трудом осилил, пока летел. Но вот любил я философию. Еще вот вопрос такой задают. Учитывая, что Иль-Хам Алим философ, интересно было бы узнать, кого из мировых философов, вне зависимости от исторической эпохи, он считает близким себе по духу. В разные мои времена были разные такие философы. Сейчас я... Это с возрастом, да? Может, с возрастом, может быть, открывается что-то новое. Мартин Хайдеггер. «Видение в метафизику», я считаю, великой книгой. И я считаю, что мы недооцениваем метафизику, антологию. В общем-то, то, что есть философия, как бы ее прям настоящая суть. Увлечен я Мишелем Фуко. Очень интересный философ, который как раз пытался всегда отвечать на вопрос, какой был тот мир, который мы прошли. То есть он его восстанавливает по крупицам и проверяет, насколько он точен. Вот это прошлое, наше представление. Современное представление о прошлом. Не так это просто, это очень сложно. Для этого, в общем, надо много думать. Мы иногда думаем, что наше прошлое это очень выпрямленная, вот какая-то дорога в одностороннем направлении вперед. Наше прошлое, я имею в виду прошлое всех народов и людей. Оно гораздо сложнее. Потом мы выпрямляем его, упрощаем его и думаем, что так было всегда. Прошлое очень сложное. И вот Фуко мне в этом плане очень помогает. Наша азербайджанская философия. Ну, я, конечно, не скажу, что, ну, по крайней мере, из прошлого я очень часто вспоминаю 20-й век. Кейдар Гусейнов из Ертенгиюшев. В силу различных причин. Хорошо, уважительно отношусь к Заиду Руджеву. Это азербайджанский философ 20-го века. Я считаю, достаточно сильный. В глубине веков. В глубине веков тоже есть. Во всяком случае, я бахманяра и на семи. Да? Многие их, в общем-то, идеи, тезисы, стихи для меня, во всяком случае, интересны. В последнее время этот термин стал популярным, да? Азербайджанство. Вот что такое азербайджанство? По большому счету, на этот вопрос можно ответить просто. А можно сложно. Простой ответ, ну, если у нас в паспорте написано, что мы, я гражданин Азербайджана, то я, значит, азербайджанец. И, значит, азербайджанские ценности, интересы, цели, задачи не есть для меня пустое слово. Что бы ни было, вот это есть азербайджанство. И есть более глубокий срез этой проблемы, когда мы, как бы, активно являемся проводниками, чтобы вот азербайджанство было в развитии, было всегда современным. Обычно большинство людей хочет просто жить, быть счастливыми, довольными. Из-за этих, как бы, ганамах алмаз. Видеть нельзя, да? Да. Но вот азербайджанство как идеология, иногда еще говорят азербайджанизм, это вот желание, чтобы твое общество стремительно развивалось, не теряя своей самобытности, и ты сам вкладываешь в это дело свои четкие ресурсы, свои силы, способности в том, чем ты можешь их вложить. Без этого как-то трудно представить. Вот, наверное, поэтому, наверное, речь идет о том, что простой обыватель, наверное, должен думать о том, что он гражданин Азербайджана, со всеми вытекающими отсюда последствиями. А, наверное, ученые, может быть, интеллигенцы должны в первую очередь думать о том, что они могут сделать, чтобы Азербайджан развивался. У нас, как правило, любят приведевать претензии другим. А что ты сделал? Надо, прежде всего, наверное, спрашивать, а что я могу сделать и что я сделал? Вот, если мы перевернем вот эти вопросы, мы уйдем от претензий к другим, претензий к самому себе. И тогда мы увидим, что мы очень мало делаем в этом направлении. Больше все-таки замыкаемся, то есть, какие-то такие свои житейские дела. Вышел, пошел, сделал, вернулся с чувством долгом, с расстановкой. А азербайджанизм это попытка сказать тебе, что ты не все сделал. Вы знаете, иногда это в рыночном обществе выглядит странно, для молодежи это странно. Они привыкли все как бы ощущать, вот, хорошую зарплату мне дали, там, хорошие преференции я получил и так далее. Ну, наверное, азербайджанство это попытка сказать, что нам многое, чего надо сделать. Мы много времени в прошлом провели бессмысленно. Да, с этим я совершенно согласен, что мы любим больше предъявлять претензии, у нас больше ожиданий от других, чем от себя. Чтобы передача не была такой академичной и сухой, такой скучной, такой у меня вопрос будет последним. Вот мы с вами говорили о том, что философы в нашем представлении такие заумные, такие грустные, задумчивые люди. Вам человеческое не чуждо? У вас есть увлечения, хобби? Или вы целый день проводите размышления философских? Больше всего времени у философа отнимают чтение. Не имеет разницы это интернет, книги. Я больше люблю книги, хотя и интернетом не гнушаюсь. Ну, люблю футбол. Играть или смотреть? Играл раньше, играл, сейчас меньше смотрю. И не играю, но люблю. Художественную литературу очень люблю. То есть, хорошие посиделки с друзьями тоже мне нравятся. По большому счету, наверное, вот образ какого-то схимника, который в Келле о чем-то думает. Да. Наверное, ушел все-таки в прошлое. Философы сейчас разные, очень такие, своеобразные люди. Молодые, такие же, как и все остальные, активные, ищут сферу применения своих сил и возможностей. Ну, и в возрасте зрелые люди, наверное, тоже что-то. Нормальные они люди. Сейчас этих, конечно... Отшельников нет, да, сейчас? Диогена в бочке? Нет, нет, диогена в бочке нет. А вот читаете, мне интересно, опять-таки, да, наверное, это какие-то штампы. Вы читаете какие-то серьезные вещи или можете прочитать там легкий детектив, допустим? Вот сейчас я с удовольствием читаю Минаева. Почему я не люблю Москву? Если чуть переврал название книги, извините, я считаю, что это лучше, чем его остальные Духлес, там, и так далее. Оригинальный, и вот образ Москвы для меня очень интересен, вот такой и негативный, и любимый. Вот это у него хорошо получается. Вот это я с удовольствием читаю. сейчас вот где-то на середине книги. До этого, да, могу детективы, люблю детективы. Раньше очень сильно гонялся за ними, читал все, что попадалось. Сейчас, наверное, менее так активно, но, во всяком случае, мои друзья знают, суббота, воскресенье я иду в Академскнигу, и там часик-другой читаю то, что продается в Академскниге. С удовольствием все не купишь. Супруга моя устала пересортировать книги и откладывать не нужно, потому что места в квартире не хватает для книг. Ну, не знаю, это весело или нет. Спасибо большое за то, что согласились, уделили нам время, пришли на передачу. Я думаю, что и читатели, страницы, и зрители, они получили ответы на свои вопросы. Я получил ответы на свои вопросы. В любом случае, мне было очень интересно с вами общаться. Спасибо. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»